Занятость молодёжи, развитие инфраструктуры, контроль строящихся объектов. Такие задачи ставит перед собой новый мэр Карачаевского городского округа Альберт Доттаев. Как изменится в ближайшее время облик Карачаевской, не только узнавала Алла Качиева. Работа на развитие. Главный ориентир нового мэра Карачаевского городского округа Альберта Доттаева. Стабилизация бюджета, уменьшение расходов, увеличение доходов – одна из главных его задач. Надо увеличивать доходы, сокращать расходы. Но расходы надо сокращать таким образом, чтобы ничего не пострадало. Поэтому надо думать и крутиться, как всё это сделать так, чтобы и город жил обычной жизнью округ. Чтобы всё убиралось, строилось, держалось в порядке, чтобы дети были накормлены, школы работали, отапливали, садики и так далее. Локомотивом развития Карачаевского городского округа должен быть туристический бизнес. Известные всесезонные курорты Домбаи и Тиберда будут обустраиваться. Земли округа, находящиеся в аренде и не использующиеся по назначению, будут изъяты. Хочу обратиться, пользуясь вашим телевидением, к тем, кто работает на Домбаи. Значит, любые стройки на Домбаи, любое выделение земли будет запрещено. Не знаю, насколько это обрадует народ, но мы не дадим больше разрешения на строительство, пока не освоим то, что уже строится, то, что недостроено. Потому что сегодня возникают вопросы, надо провести газ на Домбаи. Даже вот недавно были у меня люди, негде провести электрический кабель. Будет проводиться мониторинг гостиниц, кафе и других объектов. Что касается незаконных построек и неуплаты налогов, то по ним будут также приняты жесткие меры, заявляет мэр. Составим перед этим всех объектов, гостиниц, кафе, которые там работают и дадим им оценку в плане того, что кто из них работает, платит налоги, не имеет задолженности за землю, за имущество, налоги. Кто из них работает по серой схеме, а кто вообще нигде ничего не показывает. Мы их поделим на белых, серых, чёрных, так сказать. Ещё одно стратегическое направление – улучшение существующих и создание новых комфортных общественных городских пространств. Альберт Доттаев пообещал продолжить возведение социальных объектов и остановить хаотичную застройку. Мэр предложил продумать предпринимателям новый вид коммерческой деятельности. В Карачаевске первое, вот у нас есть несколько больших домов, которые 20 лет не строятся, и у них практически нет перспективы достроить. Они будут снесены. Те, то, что долго строятся, даже небольшие, отдельные там пристройки, стройки, с ними будем разбираться. То есть, хозяева должны достроить или снести. Внешнему виду города, особенно в части дороги, проезжающей на Дамбайте, в Верду, там будут ужесточены требования архитектурные. Ну, то есть, город внешне должен украшаться. Есть старые дома, по ним отдельно мы будем решать, как внешний вид их привести в соответствующую норму. Внешнее и внутреннее содержание Карачаевского округа сегодня особо волнует градоначальника. Это и состояние домов, чистота и благоустроенность дворов, улиц, качество дорог, состояние парков и социальных объектов. Что касается строек в Карачаевске, больше хаотичных строек не будет. Больше в Карачаевске, хочу жителей предупредить, магазины строиться не будут. Строите все, что угодно душе, чтобы это была польза и для вас, дорогие сограждане, и для нас. Строите цеха, стройте всякие развлекательные вещи, чтобы это приносило пользу и городу, и вам. Но магазины городу пользу не приносят. Должны быть такие построенные объекты, где вкладывается труд. Эстетический вид города в ближайшее время будет приведен в порядок, обещает мэр Альберт Доттаев. Расположенный на берегах рек с численностью в 21 тысячу человек, Карачаевск можно по праву назвать одним из красивых и молодежных городов. Также центром науки. А самое главное, он открывает ворота курортной зоны для туристов, приезжающих в Карачаево-Черкесию.